Мы продолжаем вести наш репортаж в центральной площади города Кагалыма. Русские, татары, украинцы, белорусы, молдаване, аварцы, чеченцы. Кагалым мультинациональный город. Около 20 народностей мирно сосуществуют друг с другом. Единению разных культур способствуют общие торжества, грамотное управление муниципалитетом и соглашение о сохранении мира и согласия. Праздник. Еще один повод вспомнить о дружбе народов, поздравить друг друга и провести время вместе. И под музыку. Приготовились? Поехали. Ансамбли народной песни «Школа Лизгинки». Выступления национально-культурных обществ. Концертно-развлекательную программу назвали «Широка страна моя родная». Как и Россия, многоликая и неповторимая, так и все номера, не похожие друг на друга на разных языках. Несмотря на такую погоду, снежную, ветреную, публика очень горячая, очень теплая, очень хорошо поддерживают. Украшением праздничной программы стал ярко-оранжевый, синхронный танцевальный флешмоб. День народного единства призывает жителей страны сплотиться независимо от национальности и статуса. Единство всех народов, я так полагаю, День народного единства. Всех наших, которые распалились, российских народов. Единство. Если взглянуть в историю, то еще не зря ведь памятник сделан Пожарскому Минину. То есть, вне зависимости от национальности, отстояли нашу родину. День народного единства – это хороший праздник для всей нашей страны. Народ, который у нас не только в Коголыме, а по всей нашей России и даже ближнего и дальнего зарубежья, везде. Народ – это как человек, как орган единый. Вот пальцы, как их? Это единство. К празднику приурочили и вручение призов большой викторины. В историко-краеведческом испытании приняли участие более 17 тысяч коголымчан. Девять счастливчиков стали обладателями скутера, айфонов, телевизоров. Обладателем скутера Джон Уэй становится Оксана Валерьевна Гречко. Вот она торопится, счастливица, обладательница. Выходите к нам сюда. Вот победитель, вот он счастливый обладатель телефона. Последние марки. Юлиана Сотник, Михаил Суханов. Специально для новостей.